Сегодня я хочу с вами поговорить о трендах на осень 2016 года, как раз на то время, которое сейчас идет. Если вы теряетесь в догадках, чтобы такого купить, чтобы это было модно, как бы сделать макияж, как бы его освежить, чтобы это выглядело именно стильно, по-модному, так как сейчас на пике популярности, то сегодня я вам главные такие акценты расскажу и подскажу, на что обратить свое внимание. Мы сегодня будем рассматривать тренды сугубо в макияже, поэтому, что касается стиля, одежды, этого мы ничего не будем обговаривать. Поэтому, что касается макияжа, то самое главное, что я заметила, это то, что впервые за достаточно много лет акцент сместился с глаз на губы. Сейчас вот самым главным акцентом являются губы. И губы модные, достаточно выразительные, то есть это сложный макияж губ, это недостаточно просто вот нанести там какой-то блеск для губ и пойти. То есть это все, это начиная от подготовки, карандаш, потом обводится контур очень четкий, после этого используется помада, жидкая помада, что угодно. Тоже плотный цвет такой насыщенный, сверху это может дополняться еще какими-то хайлайтерами, но к этому я вернусь позже. То есть очень такой серьезный, насыщенный макияж губ. Если раньше мы тратили там, не знаю, полчаса на растушевку теней, то сейчас достаточно просто какой-то легкий дневной макияж делать. Но вот эти как раз-таки полчаса потратить на губы. Что касается модных оттенков, то самый-самый пик популярности это достаточно странные оттенки, это серые, коричневая гамма. Вот то, что кажется совершенно ненатуральным сейчас на пике популярности. Сейчас очень в моде холодные оттенки, светлые волос, вот по типу того, как у меня сейчас, но даже может быть еще более пепельные. И девушки часто себе вставляют линзы какие-то тоже очень светлых глаз. И при этом делают вот такую вот помаду светло-серую, светло-какую-то асфальтовую, вот такую вот. Выглядит очень круто, очень стильно. То есть если вам нужен именно такой high fashion look, то вот вам нужно обратить внимание именно на такие цвета. Очень тоже сильно в моде коричневая гамма. И такая коричневая, знаете, которую мы привыкли называть какашечной, скажем так. И я бы сказала, что эта гамма скорее подойдет тем, у кого более темная кожа, возможно, начиная от смуглой и уже как бы дальше. Совсем светлым девушкам, ну как бы зачастую не очень красиво в таких тонах, лучше сосредоточиться на чем-то более светлым. На тех же серых тонах, серо-коричневых, возможно, возможно, каких-то серо-сливовых, вот таких вот каких-то тонах вот остановиться лучше более светлым девушкам. Ну и конечно, так как идет осень, то всегда осенью это классика, какие-то бордовые, какие-то сливовые оттенки. 100% каждый год они возвращаются и сейчас модны именно такие глубокие насыщенные оттенки. То есть не легкий там какой-то розовый алый оттенок, а именно такой конкретно насыщенный бордовый глубокий цвет. Если у вас нет такой помады, можно даже просто нанести красную и поверх черным карандашом пройтись, растушевать, и вы получите именно то, что сейчас в моде. Текстура вашей помады тоже имеет огромное значение, потому что матовые помады уже конкретно канули в лету. И на данный момент матовые помады выпускают только уже, я не знаю, самые-самые уже отсталые бренды, которые уже вот, я не знаю, пропустили всю эту волну на протяжении нескольких лет. И еще до сих пор почему-то не успели выпустить. Но мне кажется, уже все просто абсолютно выпустили матовые жидкие помады. И сейчас очень модная текстура металлической помады. Опять-таки металлическая помада бывает разных, в общем-то, видов. То есть это может быть жидкая помада, опять-таки мы от нее еще пока не отделались. Самые такие серьезные релизы я видела именно металлических помад именно в жидкой формуле. Также есть и классическая формула, то есть просто обычная такая классическая помада тоже с металлическим финишем. С перламутром тоже, как мне это бы не нравилось. Перламутровые помады вообще не люблю абсолютно. Но перламутровый финиш тоже сейчас набирает популярность. И многие релизы я вижу с перламутровым финишем. И также очень сильно набирает популярность именно конкретный шиммер, глиттер на губах. То есть вот именно очень серьезный шиммер. Я уже делала видео по поводу того, как трансформировать вашу помаду именно вот в такую стильную, модную. Если вы это видео еще не смотрели, обязательно посмотрите. Можно будет нажать на буквочку I и перейдете вот там вот на это видео. Посмотрите обязательно. Если вы боитесь таких вот конкретных блесток на губах и у вас просто нет какого-то события подходящего, куда можно выгулить такой макияж губ, я бы вам советовала просто, возможно, хайлайтер добавлять на центр губ, возможно, по луку купидона тоже добавлять. Это сделает губы мало того, что объемными, так еще и вот как бы вот добавит не просто вот по контуру, да, а вот именно и на губы тоже, если наносить, это добавляет вот той вот изюминки такой вот модной. Что, кстати, я еще тоже заметила в релизах, что сейчас на рынок возвращаются блески для губ. Они всегда присутствовали здесь, никто не спорит. То есть это блеск, это, ну, как и любой другой косметический продукт, он никуда не денется. То есть в каждом бренде все равно есть линейка блесков. Но сейчас я смотрю в шиммерных вот таких вот текстурах и тоже в таких вот очень странных цветах выпускаются и блески наряду с металликами. То есть если для вас металлик вот такой насыщенный, это перебор, возможно, стоит обратить внимание на металлический блеск. Он не будет иметь настолько сильный цвет, но в то же время именно вот такой металлический акцент он все равно у вас на губах отставит. И выглядеть это будет действительно более приглушенно, более мягко, но в то же время по-модному. Что же касается макияжа глаз, то я бы сказала, что здесь каких-то особо модных техник в макияже я не заметила. Я скоро выпущу видео о такой вот новой технике нанесения макияжа, растушевки теней, которую я сейчас заметила, но это будет чуть попозже. И что касается именно видов макияжа, то я больше вижу графику, потому что сейчас намного больше разных стрелок. И стрелок, причем не классических стрелок, а очень интересных стрелок. То есть это могут быть двойные, это могут быть какие-то прорезные, это могут быть какие-то хейлоу стрелки, которые как бы очень широкие, и они вот так вот постепенно градиентом сходят на нет. То есть вот такая вот графика на лице очень много где присутствует, и в рекламных компаниях разных брендов, и на подиумах тоже это я часто замечала. Вот именно конкретно графика. Не растушевка, не смоки-ай, это все как бы остается, можно сказать, классикой, но в то же время вот больше сосредотачиваются, я смотрю сейчас, вот мировые визажисты на вот таких вот графических элементах. Что касается растяжки теней, которые сейчас модны, я бы сказала, что вот то, что я вам сейчас показываю, это самые модные оттенки в тенях. Это теплые коричневые оттенки. Сейчас абсолютно все выпускают тени вот именно вот в таких вот теплых оттенках, и у меня это конкретно сейчас палетку я вам показываю, Makeup Atelier T05. Я очень долго эту палетку не признавала, потому что вот такие вот цвета далеко не всем идут, и многие склоняются больше именно к холодной коричневой гамме, нежели к теплой. Но сейчас сплошь и рядом сугубо вот только вот эти вот оттенки на пике популярности. Если вы хотите вот именно трендовую палетку, вот это, наверное, самое трендовое из всех, которые я видела вообще сейчас, и которые у меня даже в коллекции присутствуют. Еще вам покажу тоже несколько вариантов. Вот у меня есть Larac Mega Pro. Здесь тоже есть целый ряд, который посвящен вот, грубо говоря, вот таким вот трендовым. Вот если посмотреть вот верхний самый ряд, здесь опять-таки очень много вот таких вот желтоватых, таких вот оранжевых оттенков. Вот это все очень-очень в моде. Если вы вот сделаете макияж глаз вот в таких вот тонах, это 100% будет выглядеть очень стильно. Что касается тому, кому это идет, то я уже неоднократно об этом говорила. Я не верю в цветотипы. Я не верю, что девушка с холодным цветотипом не может использовать вот такие вот тени. Это неправда. Вот я яркий представитель холодного цветотипа, однако я часто ими пользуюсь. И все это очень субъективно. То есть если кто-то мне скажет, что мне это не идет, то найдется еще ровно столько же человек, кто скажет, что мне это идет. Поэтому не слушайте никого, делайте макияж, как вам в первую очередь нравится. Попробуйте эти оттенки. Если вам понравится, как это выглядит, то запросто можно это носить у себя на глазах. И также вот у меня есть вот еще вот такой вот представитель. Это Too Faced Natural Matte. И опять-таки вот я показываю сугубо вот этот вот верхний ряд, который для вас верхний, в палетке он вообще нижний. Но тем не менее. Тоже опять-таки вот такие вот теплые оттенки теней. Если вы не хотите покупать какие-то конкретные палетки, вы можете посмотреть однушки теней, возможно в MAC, возможно, я не знаю, в Makeup Geek, в Colourpop, где-то выбрать просто несколько вот таких вот желтовато-коричневатых оттенков. И все. Если вы их добавите даже вот в ваш повседневный макияж, даже может быть слегка чуть-чуть где-то, то это уже немножко разнообразит ваш образ и будет выглядеть более модным и стильным. По большому счету у меня все. Эту тему, конечно, можно значительно расширить, но я постаралась собрать вот такой вот самый максимум, самый сок вот всех вот таких модных тенденций и рассказать их в таком вот относительно коротеньком видео для вас. Надеюсь, оно было для вас полезным. Если вам оно понравилось, пожалуйста, поставьте палец вверх, поделитесь им с друзьями, чтобы они тоже были в курсе последних тенденций. И не забудьте подписаться на мой канал перед уходом, чтобы не пропускать мои видео в будущем. На этом я прощаюсь. До встречи в новых видео. Пока!